Это третий урок из серии уроков для людей, которым я, например, создал сайт или любой другой исполнитель сделал сайт, который далек от сайтов и который хочет на простейших, самых важных элементарных знаниях обслужить свой сайт самостоятельно. Это видео будет касаться только владельцам сайтов на WordPress. Если у вас джумла, то вы это видео пропускаете и переходите к следующему видео. Меня зовут Федор Васильев и подробности в этом видео. Итак, в прошлом видео я показал обязательно последовательность действий. Важно соблюдать. Первый шаг – это сделать бэкап сайта, резервная копия вашего сайта в рабочем состоянии на всякий случай. В этом видео давайте, прежде чем мы что-то сделаем с WordPress, я поговорю, что мы должны сделать. Как я уже сказал, неважно, кто вам сделал сайт. Я вам сделал сайт, то есть я урок записываю, конечно, сейчас для своих клиентов, чтобы потом каждый клиент мог посмотреть вот эти все видео и уже лучше понимал, смог сам управлять какими-то моментами сайт, обслуживать, самое главное, сайт. Или если кто-то вам, какой-то другой исполнитель делал сайт, тоже это не объяснил, и эти уроки также вам будут полезны. Нам нужно и важно, допустим, у вас какой-то сайт, не интернет-магазин, не блог, а просто он висит в интернете, вы практически в админку не заходите, но его все равно нужно обслуживать. То есть производить какие-то обновления, которые периодически выходят. Это может быть движок WordPress, это могут быть темы WordPress, то есть шаблоны, да. Это могут быть плагины, если на вашем сайте сторонние плагины используются, они тоже выпускают обновления. Сейчас вот перед вами демо-сайт. Я специально нашел такой свой демо-сайт, который у меня не обновлен, чтобы вам показать. Мы здесь видим, что доступна версия WordPress свежая 5.8. И видим, что вот подсвечиваются красные плагины, какие-то там тоже обновились. Обязательно резервную копию мы сделали, только после этого мы что-то можем делать. Вы должны понимать, что мы можем обновить сайт, и сайт просто может перестать работать. В этом случае мы тогда откатываемся до резервной копии. Как это сделать, в прошлом видео я показывал. Также WordPress сам бывает промежуточные релизы, важные какие-то заплатки выпускает он, он сам автоматически обновляется. И даже в этот момент тоже сайт может рухнуть. Но в большинстве случаев сайт все хорошо. Он обновляется, вам уведомление на почту приходит, что WordPress обновлен. Теперь, как часто обновлять сайт? Вот зависит от того, какой у вас сайт. Если у вас просто лендинг, статичный сайт, вы в админку почти не ходите, то есть вы не наполняете сайт, вам его сделали, странички все вам наполнили, тогда вы можете просто заходить на сайт, его обслуживать, обновлять. Само ядро WordPress и плагины, например, раз в три месяца. Бэкап вы сделали, на сайте ничего три месяца не менялось, тогда раз в три месяца, раз в полгода, просто периодически надо на сайт заходить, чтобы вы хотя бы знали, а вдруг он уже лежит, не работает, а вы об этом даже не знали. То есть все равно как-то с сайтом надо взаимодействовать, на него смотреть и так далее, потому что ваш сайт, вы занимаетесь бизнесом, каким-то вообще далеким от сайтов. Но вам вот сделали сайт, вы этот сайт, адрес пишите на визитках, еще где-то, и потом вам будет все равно неприятно слышать от клиента, что говорят, мы с визитки зашли на ваш сайт, а он у вас не открывается. Поэтому, если у вас нет человека, который будет как-то следить постоянно за этим, то есть делегировать в это задание, то вы будете сами обслуживать сайт, и вам минимально что-то все равно нужно делать. Если сайт интернет, магазин, когда он периодически наполняется товарами, или это блог, периодически наполняется статьями, это может быть форум, в общем, такие сайты, где когда что-то происходит все время, здесь бэкап, наверное, нужно делать чаще, раз в неделю. Если прям суперчасто, каждый день по десятку статей выходит, может быть, даже раз в три дня, чтобы просто не потерять вот эти вот статьи, потому что если вы за три дня 40 статей выложите на сайт, а сайт сломается, то вы откатитесь с бэкапа трехдневной недавности, и получается, за три дня все статьи у вас просто на сайте исчезнут, потому что бэкап, можно сказать, уже старый. В общем, такое длинное вступление. Теперь, смотрите, еще один все-таки момент нужно обсудить. Вот если даже я вам сделал сайт, вы заходите на сайт, и первое, что вы делаете, ну, например, обновлений у вас не будет, потому что когда сайт я сдаю, если какие-то обновления есть, я сам все обновлю, чтобы у вас было все свежее. Но вам нужно обязательно зайти, сменить логин, пароль, почту пользователя, как администратора сайта, сменить на тот логин и пароль, который, чтобы даже я не знал. Это нужно сделать, потому что разные бывали у меня ситуации, когда сайт ломался, были какие-то конфликтные ситуации с клиентом, и клиенты иногда думали, что я, возможно, мог зайти на сайт, его специально сломать, и потом, чтобы от этого потребовать еще деньги, за то, чтобы я его буду восстанавливать. Вот смотрите, чтобы меня исключить и других любых исполнителей, исключить из подозреваемых, что сайт реально сам мог сломаться, обязательно нужно зайти, когда вам сдали сайт, вам отдали логин и пароль от админки, вам нужно зайти, поменять, и вот как раз я покажу, как это делать, и получается, исполнитель не будет знать ни логин, ни пароль, он не сможет зайти и сломать вам сайт, например, если такой попадется вам нехороший, так сказать, исполнитель. Но смотрите момент, если вы этому исполнителю давали данные от хостинга, FTP и вообще от панели хостинга, вы тоже должны пройти на хостинг и тоже там изменить логин и пароль, потому что я могу зайти через хостинг, по идее, и сломать вам сайт, не заходя даже в админку. Вот вы тоже должны это понимать. Как поменять логин и пароль у хостинга? Это индивидуально вообще, потому что хостинги у всех разные, панели разные. Это надо спросить у технической поддержки вашего хостера. Скажете просто, я хочу поменять, обновить пароль, логин там в C-Panel, в хостинг-панели, FTP-клиент, обязательно от FTP поменять пароль. Хотя бы просто пароли поменять, не надо там логины менять, пароли поменяли на сложные, все, исполнитель не сможет зайти к вам никак на сайт. Если вдруг вам потребуется опять вновь к этому исполнителю вернуться, например, чтобы он вам что-то доделал, или у вас появилась идея, новое задание для исполнителя, то вы даете ему новые эти пароли, он заходит, вам все делает, и вы вновь потом, когда он все сделает, поменяете все логины и пароли. Вот так это происходит. Смотрите, на WordPress первое, что вы делаете, вы переходите к пользователю. То есть тут, по идее, будет один пользователь. Обычно я себя всегда сюда вношу, когда я сайт делаю кому-то, и имейл свой пишу. Поэтому, допустим, я вам сайт сдал, вы заходите сюда, и первое, что вы делаете, вы меняете пароль. Новый пароль. Установить новый пароль. Здесь сразу вам могут предложить, точнее, WordPress предложит сложный пароль. Не забудьте этот пароль скопировать и где-то на флешке его держать, чтобы вы потом сами от админки не потеряли новый пароль. Обновить профиль. Профиль обновлен. Далее пароль изменили. Если исполнитель сразу не указал имейл ваш, вот сюда в имейл, то надо менять на свой. И давайте посмотрим, как это меняется. Проставляю свой имейл. Обновить профиль. Нам WordPress скажет, ваш адрес имейл пока не обновлен. Проверьте получение сообщения с подтверждением в ящик. То есть тот ящик, который вы новый внесли. Вот здесь нам тоже, видите, сигнализирует. Можно нажать отмена или пройти на почту. Давайте пройдем, посмотрим. Вы примерно увидите вот такое письмо с таким заголовком. Запрос на изменение имейл. Заходим. Если это на самом деле вы, то подтвердите. Кликаем вот на эту ссылку. Нас автоматически перебросит в хостинг и авторизует. Мы все сделали, все заменили. Теперь только мы знаем доступ от админки нашего сайта. Теперь мы можем перейти к обновлениям, если таковые имеются. И какой порядок желательно соблюдать. Если у вас обновился и движок WordPress и плагины, то я думаю, что нужно обновить сначала WordPress. Можем кликнуть на ссылку «Пожалуйста, обновиться». Обновитесь. Бэкап у нас есть. Все у нас готово. Нажимаем «Обновить сейчас». Видим извлечение. Обновление. Проверка. Вот это окно, если мы с вами видим то, что у нас новое, входит в новую версию WordPress. Админку видим. Я могу сказать, что уже на этом этапе обновление прошло гладко. Сейчас я обновляю сайт. То есть как мы вообще проверяем, да? Что на экране нету наличия ошибок. Обычно сверху они сыпятся. Что сайт вообще открыто и работает. Также админка может не работать, если что-то пошло не так. Мы видим, что все в порядке. Нажимаем вот сюда. Мы видим, что здесь еще есть какие-то два обновления. В моем случае это Elementor и AVP Security. Как тут тоже обновлять? Вдруг какой-то плагин конкретный вам сломает сайт. Мы можем выделить вот так все и обновить сразу все автоматически. Все обновляется. И сайт, например, сломается. И мы не узнаем, возможно, какой-то конкретный плагин на это повлиял. Поэтому я рекомендую обновляться поштучно. Вот выбрали, например, один. Здесь список, естественно, может быть длиннее. Если у вас больше плагинов и давно не обновлялись, они все тут будут показаны. Нажимаем обновить. Elementor у меня обновляется. Дальше я перехожу в обновление. Вот вижу, остался VP Security. Ну, с Elementor обычно проблем не бывает. Да, кстати, обращайте внимание, что еще бывают вот такие виды обновлений. Вот как сейчас у меня обновление данных Elementor. Процесс обновления базы данных выполняется в фоновом режиме. То есть вот такие вещи тоже надо обновлять. То есть обращайте внимание на них. Обновление данных Elementor. Процесс обновления базы данных завершен. Спасибо за обновление. Также можно сразу посмотреть сайт на работоспособность. Это нужно делать, чтобы выявить, какой плагин, возможно, нам сломал сайт. И, кстати, тоже важный момент. Вот на это тоже надо обращать внимание. В каждом плагине обычно пишут совместимость с версией такой-то. То есть мы же WordPress обновили, у нас 5.8. Автор вот этого плагина говорит, что 100% согласно автору. Ну, то есть больше вероятность, что ничего не произойдет после обновления, когда мы видим совместимость. Если вдруг какой-то плагин здесь висит и написано, что совместимость не определена еще или неизвестна, если вы боитесь, то можете временно этот плагин пока не обновлять. Просто разработчик не успел еще выпустить, скажем, обновление под новую версию WordPress. Потому что WordPress, например, сегодня обновился. Разработчикам нужно еще как минимум несколько дней, чтобы они обновили свои продукты до новой версии WordPress. Вот так это работает. Давайте обновим еще вот этот плагин. Итак, все обновления завершены. Проверять обновление вы можете здесь, кликнув на ссылку «Обновление». И вот здесь обычно сигнализируют, что есть какие-то обновления. Все, все обновления у нас прошли успешно. Еще раз контрольная проверка. Обновлю сайт. Вижу, что все работает. На этом видео можно заканчивать. Про WordPress здесь вот вся информация, та вот базовая. И когда нужно делать бэкапы, что нужно делать именно людям, которые не связаны с сайтом. Вот вам сделали сайт, и вы его обслуживать теперь уже сможете. В следующем видео мы смотрим, как обслуживать сайты на Joomla. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok